Тоннель по джиде переезда в Нововятске появится в ближайшие несколько лет. Об этом договорились министры транспорта России Виталий Савельев и в Рио губернатора Александр Цоколов. В ходе визита министров Киров также говорили о строительстве объездной дороги с переправой через Чепцу и развитии воздушного сообщения региона с другими городами. Все подробности у Елены Шарагиной. Длина транспортного переезда планируется 775 метров. Каждые 10 минут через Нововятский район проходят поезда. И каждый раз на переезде на улице Советской останавливаются десятки машин. О строительстве тоннеля под жиде путями власти говорили давно. Ясность внес министр строительства России Виталий Савельев. Область начнет сама, пока проектирование профинансирует, потому что мы понимали объем этого перехода. И в течение двух-трех лет мы постараемся со стороны федерального центра, мы поддерживаем, во-первых, этот проект, он актуален, потому что мы видели, даже сегодня убедились в этой пробке, которая там есть. Строительство тоннеля важно еще и потому, что дорога через Нововятск соединяет город и южную часть области. Еще один приоритетный вопрос, который обсуждался в ходе визита министра – воздушное сообщение с другими регионами. Сейчас из аэропорта Победилово можно улететь в четыре города страны. Это направление надо развивать. Заключил после посещения аэропорта Виталий Савельев. За федеральным центром осталось, и мы, конечно, это сделаем, это достроить новую аварийно-спасательную станцию. Мы ее закончим в следующем полугодии, именно в полугодии 2023 года. Сейчас идет, уже торги сегодня идут, будет подрядчик, мы это заканчиваем. Что касается развития аэропорта, да, он интересен. Также в Победилово доставят новую аппаратуру для работы по локациям воздушных средств. Не остались без обсуждения и областные дороги. Сможем провести наши областные дороги до нормативного состояния 85% еще раз за 2022, 2023 и 2024 год. Чтобы к 2025 году у нас 85% дорог было в хорошем состоянии. Для понимания, сейчас у нас чуть больше 50% дорог в таком соответствии находятся. Также в ходе совещания было решено, транзит через город Киров надо сокращать. Это поможет сделать строительство объездной дороги с переправой через Чипцу. Все озвученные проекты получили одобрение со стороны министра транспорта Виталия Савельева.